96% многоквартирных домов, по данным на утро понедельника, уже получили отопление. Потепление ждут 404 жилых здания. Причина – выявленные в ходе работ сетевые повреждения. Предприятие тепловых сетей направило 11 бригад для устранения неисправностей. Почти все объекты социальной сферы тепло уже получили, за исключением тех учебных заведений, которые решили сэкономить. В Самарском районе – это Павловский государственный университет телекоммуникации, Самарский государственный социально-педагогический университет. Нет желания пока подключаться, экономят. Проговаривали уже не один раз. То есть техническая возможность есть? Нет никаких порывов? Руководство, ректорат сами не включает? Совершенно верно. По мере подключения оставшихся зданий могут возникать проблемы, которые будут устраняться в индивидуальном порядке. Чтобы жители могли заявить о них напрямую, в городе сегодня начинает работать телефон горячей линии. По горячей линии у вас все телефоны есть? В средствах массовой информации давайте, пожалуйста, номера телефонов. У нас кроме департамента городского хозяйства горячие линии в районах тоже у всех есть? Все соцсети отрабатывайте. Мой инстаграм, мой твиттер отрабатывайте. Внимание к инстаграму, к твиттеру губернатора. И, безусловно, на все эти жалобы реагируйте. В департаменте городского хозяйства и экологии работает многоканальный номер 337-90-16 с половины девятого утра до 17.30 вечера и круглосуточный 266-54-54. Кроме того, можно позвонить в отделы по вопросам ЖКХ и благоустройства районных администраций или оперативному дежурному номера телефонов на экране. Работы по подключению к теплу продолжаются круглосуточно в будни и в выходные. Как идет процесс, глава города Елена Лапушкина контролирует на месте. На участке по улице Печорской за выходные собрали одну камеру. Задача – подключить к магистрали и подать отопление в квартал, который сегодня отапливается по резервной схеме. На объекте «Восьмая радиальная» идет техническое перевооружение квартальной тепловой сети. Общая протяженность участка свыше 500 погонных метров. Рабочие произвели врезки. Теперь начнут подавать тепло и горячую воду по постоянной схеме. У нас есть явные участки. У нас сделана программа до 1932 года, огромная программа, где разбито весь город, разбито, мы просмотрели весь город, разбили его на участке. Он происходит именно как раз в рамках «Алькотельный», он входит в схему теплоснабжения города. Это долгосрочный перспективный план. Это не разовая акция, это не разовые перекладки. В 2020 году в Самаре заменили 22 километра изношенных теплотрасс. Это самая большая перекладка, начиная с советских времен. Новые участки гарантируют бесперебойную подачу тепла, как минимум на 50 лет. Мэриил Чан, Олег Зверев, Константин Головин, Николай Епифанов. События.